Силой своей веры, воли и таланта они не только возрождали, но и создавали новые обители. Таких примеров в истории России немало. Спасобородинский монастырь, основанный Игуменей Марией, памятник любви, верности и скорби. Эта история началась летом 1812 года, когда корпус ее мужа, генерала Александра Алексеевича Тучкова, приближался к Смоленску. Маргарита Михайловна сопровождала его с годовалым сыном Николенькой. Уже шесть лет в придворном обществе их любовь вызывала восхищение, зависть и удивление. Той ночью Маргарита Михайловна во сне увидела кровавые буквы. Читались слова «Участь твоя решится у Бородина». Через месяц муж Маргариты Михайловны героически погиб в Бородинском сражении. Она долго не могла поверить в ее смерть. Сама приехала на поле, пыталась отыскать своего Александра. Она нашла. Нашла палец со знакомым перстнем. Маргарита Михайловна продала все свои драгоценности и на месте гибели мужа построила церковь-часовню. В 15-летнем возрасте умер ее сын Николай. Маргарита Тучкова похоронила его здесь же, в часовне Спаса Нерукотворного. И на этом месте основала обитель. Этот монастырь – памятник, поставленный любовью и скорбью, сказал император Николай I на освящении Спаса Бородинского монастыря. Маргариту Михайловну постригли с именем Мария. Она прожила здесь до самой смерти. В советское время монастырь был закрыт. Склеп Тучковых в часовне Спаса Нерукотворного осквернили. Черепом игумени Марии сельские мальчишки играли в футбол, а ее останки для забавы нарядили в цветастое платье. В 1992 году, когда началось возрождение Спаса Бородинского монастыря, матушку Марию переоблачили, как подобает игумени. Когда я приехала в обитель Спаса Бородинскую, владыка-митрополит благословил переоблачить матушку-игуменю в монашеское облачение. И 14 декабря 1992 года совершилось это событие. Мы спустились в склеп, подняли кружку гроба, перемыли ее косточки, ее останки, облачили в мантию и снова положили в этот гроб. Шесть лет игумени Серафима Исаева возглавляла Спаса Бородинский монастырь. Сегодня она настоятельница Новодевичьего монастыря. Теперь здесь живут 40 сестер. Обитель досталась им восстановленной. Стараниями Серафима Черной полностью отремонтирован певческий корпус с просторной трапезной и уютными кельями. Свидетельница перемен – матушка Елизавета, одна из первых монахинь монастыря. Теперь надо, чтобы они подходили. Без плодов ее единственного послушания невозможно представить себе монастырскую трапезу. Мы в радость получаем и пирожки, которые считаем совершенно равнозначными просфорам, поскольку делаются с такой же они молитвой, с такой же сердечной любовью. И вот промысл Божий в жизни монахини Елизавета сложился подобным образом, что она выполняла одно и то же послушание, одну и то же работу – пекла просфоры. Одна из первых насельниц монастыря после игуменьи Серафима естественно стала и будущая монахиня Елизавета. Я раньше катала, вот только это и катала. А сейчас у нас прокатная машина есть. Мы катаем, видите, как легко и быстро. Матушке Елизавете 82 года. Монахиня она стала в 70. Серафима Черная приняла постриг в 80 лет. Но каково прийти в монастырь и отречься от земных радостей в молодые годы? Если бы я пришла, скажем, в монашу, что ему там 18-20 лет, может быть, это было бы тяжелее. А сейчас мне это легко. Послушница Дарья всего 22 года. Она живет в Уршином монастыре под Тверью. Я же мечтала где-то лет в 30 в монастырь попасть. Вот. И я не ожидала, что так рано исполнится вот эта вот мечта детства. Дарья из религиозной семьи. Ее отец священник. Но неверующая бабушка Дарья не поддерживала решение внучки уйти в монастырь. Я даже своей неверующей бабушке все время говорила, бабушка, я уйду в монастырь. А бабушка говорит, нет, в монастырь уходят только старые люди. Старые или у которых не сложилась жизнь. У которых что-то произошло. А ты должна вырастить, должна родить мне правнуков, вот, должна своих родителей утешить. Но бабушкины уговоры Дарью не переубедили. Тем более в этом решении ее поддерживали родители. Земное счастье, оно как бы, ну, сон, как сновидение, как вот ничто. То есть, ну, рожу я детей, ну, утешу я отца и мать. Но они же все равно потом перейдут в вечность. Этот монастырь, в котором живет Дарья, как бы оторван от мира. С одной стороны монастырских стен река, с другой дремучий бор. У сестер строгий устав и суровая игумения в праксе. Молодые девушки, которые приносят, идут в невесты Христовы, и соблюдающие целомудрие, свою невинность, это особые, особые люди, это особый дар. И это необыкновенно, это прекрасно. Девочки, которые вот решили сохранить себя, конечно, это очень трудно. Конечно, это потребует невероятных совершенно, невероятных подвигов. Но что может быть прекраснее для Господа, чем вот такая чистота души, чистота ведь не только души, но и тела. Ведь это тоже очень важно. Это сосуд, в котором мы несем душу, душу, в которой должен вселиться Господь. Не все родители готовы смириться с тем, что их дети избирают для себя монашеский путь. Отец монахини Елисаветы смог понять и принять дочь только после пострига. Когда на меня одели подрязник, приехал папа мой и сказал, наконец-то стало похоже на человека. А когда меня постригли, мои родители после пострига приехали, первый раз меня увидели, где-то через полгода. Папа сказал другую фразу. Ты, кажется, выросла, стала выше роста. С мирской точки зрения действительно смотрит на красивых мужчин, монахов, которые могли бы иметь семью, жену, жить благочестивой жизнью. Смотрит на прекрасных, замечательных по стате своей молодых девушек, которые уходят в монастырь. Но это с мирской точки зрения. С точки зрения Господа, это есть степень отвержения этого мира, который находит самый короткий путь к Богу. Как в миру невеста желает выйти замуж, так я здесь желаю пострига. А таинство пострижения продолжается. Игумен поднимает с колен постригаемого Даниила и задает ему вопросы. Для чего он это делает и по своей ли воле? Что пришел, если Баатий припадает до святого жертвеннику и до святей дружине сей? Желающий исповедиться ангельскому оборудованию.